В ДТП ежегодно погибают и получают травмы миллионы людей в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 2005 года. Третье воскресенье ноября во всем мире проводится День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Рассказовские школьники устраивают различные акции, призывающие быть предельно осторожным на дороге. Ежедневно мужчины, женщины и дети погибают на дорогах всего мира. Многих из них ждали родные, дети, жены, родители. Но жертвы дорожно-транспортных происшествий не вернутся домой. А ведь нередко требовались элементарные меры предосторожности, чтобы избежать трагедии. Худшим является то, что погибают люди в самом рассвете сил из-за легкомысия и неосторожности. Мы проводим акцию, посвященную памяти жертв ДТП. Отряд ЮИД с многочисленными акциями обращаются к водителям и пешеходам соблюдать правила. И любая спешка приводит к трагедии. Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимовежливы друг к другу на дороге. Строго соблюдайте правила дорожного движения. И не забывайте об использовании шлемов, ремней безопасности, детских удерживающих устройств и световозвращающих элементов. Только так смерти и увечья на дорогах могут и должны быть предотвращены. В память о жертвах дорожно-транспортных происшествий школьники провели акцию. Рассказали водителям о важности знаний правил дорожного движения. Своим примером показывают, что следует носить светоотражащие элементы на одежде. У них на руках такие браслеты, чтобы переходить дорогу спокойнее. Ведь не все пешеходные переходы освещены. В день памяти жертв ДТП нужно вспомнить каждого, кто стал жертвой дорожного безумия, чья жизнь трагически рано оборвалась под колесами автомобиля. Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимовежливы друг к другу на дороге. Строго соблюдайте правила дорожного движения. И не забывайте об использовании ремней безопасности, детских удерживающих кресел и светоотражающих элементов в темное время суток. Дети просят водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Ведь горе утраты не проходит бесследно, как и чувство вины. Водители, остановитесь, хватит шеф! Дети, ставшие свидетелями дорожно-транспортного происшествия, получают психологическую травму и запомнят эту трагедию на всю жизнь. Взрослые обязаны позаботиться о сохранности здоровья своих близких и быть осторожными на дороге. Анастасия Волокитина, Никита Желтов. Новости ТВ Рассказыва.